Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Стационар 4-й городской больницы Самары закрыт на карантин. У врача и семи пациентов выявлен коронавирус. Все заболевшие ОРВИ старше 18 лет окажутся под особым контролем. Им будут делать компьютерную томографию легких. Помогают многодетным семьям. Члены общественного совета при УВД Самары организовали сбор ноутбуков для дистанционного обучения. Стационар 4-й городской больницы Самары закрыт на карантин на две недели. Об этом рассказал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Дмитрий Азаров. Видеообращение было выложено около полуночи. Больницу закрыли, потому что врачи и семь пациентов, которых ранее привезли с диагнозом пневмония, сдали тест на коронавирус. И он оказался положительным. Все они и контактные лица переведены в спецбольницы. Им оказывается необходимая медицинская помощь. На сегодняшний день у всех находящихся на территории стационара вирус не подтвержден. Согласно предписанию Управления Роспотребнадзора по Самарской области, больница переведена на режим работы обсерватора на 14 дней. Для медработников и пациентов обеспечиваются условия пребывания, в том числе горячее питание. Также губернатор Дмитрий Азаров рассказал, что в круглосуточном режиме создаются дополнительные койко-места. И до конца недели эта работа будет окончена. В 6-й горбольнице и больнице Середавина оборудовали две кислородные станции. Пик заболеваемости, рассказал губернатор, ожидается через одну-две недели. Сегодня стало известно, что еще у 12 человек выявлен коронавирус. Всего же в области зарегистрировано 115 случаев. Это с учетом, конечно, тех, кто уже вылечились и находится давным-давно дома. При этом большинство людей болеет в легкой форме только у десятерых пациентов. Болезнь проходит в средней тяжести. И один пациент находится, к сожалению, сегодня в достаточно тяжелом состоянии. Пожелаем всем нашим землякам скорейшего выздоровления. Еще раз поблагодарим врачей. И сегодня же из Самарской и Тольяттинской больниц были выписаны 4 человека. У всех болезнь протекала в легкой форме. Таким образом, всего в Самарской области выздоровели 19 человек с диагнозом коронавирус. Они трудятся на передовой, а на работу попадают через шлюз, надев специальные костюмы. За действиями врачей сейчас наблюдает весь мир. В Самаре главный корпус больницы Середавина перепрофилировали под госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Наш корреспондент пообщался с теми, кто каждый день работает в красной зоне. Смотрите наш эксклюзивный репортаж. Доктор Игорь Шарафуддинов работает сердечно-сосудистым хирургом уже 28 лет. Из-за пандемии ему пришлось осваивать новую специальность. Врач с огромным опытом прошел обучение по инфекционным болезням и теперь каждый день спасает жизни пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Игорь признается, чувство страха при работе в грязной зоне он не испытывает. Время работы в инфекционной зоне не более 4 часов. Потом обязательно надо сменить костюм и какой-то перерыв. Это все соблюдается. Естественно, надо соблюдать санэпидрежим и все должно быть нормально. За моей спиной находится шлюз так называемой грязной зоны. Чтобы попасть туда, каждый доктор обязан надеть на себя защитный костюм. Расскажите, пожалуйста, из каких элементов он состоит? Ну, под защитным костюмом находится хирургический костюм. Затем идет защитный комбинезон, лицевая маска с фильтром и две пары перчаток. Главный корпус больницы имени Середавина полностью перепрофилировали под госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для этого потребовалась колоссальная работа. Во-первых, она затронула систему электроснабжения. Энергии для работы оборудования каждому отделению потребуется больше. Во-вторых, при максимальной загрузке корпуса придется подавать утроенное количество кислорода. Для этого смонтировали дополнительную станцию. Всех людей старше 18 лет с симптомами респираторных заболеваний будут отправлять на компьютерную томографию легких. Кроме того, в больницу будут доставлять пациентов с бессимптомными формами COVID-19 и тех, чье состояние ухудшилось. Кроме КТ, поступившим пациентам сделают общий анализ крови, ЭКГ, а также предоставят возможность проконсультироваться с терапевтом. Исходные мощности главного корпуса – это более тысячи коек. Сейчас с новыми требованиями развернуто более 650 инфекционных коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Пациенты с коронавирусом, которым требуется реанимационный уход, будут находиться в специальных палатах. В больнице развернули 400 реанимационных коек. Одно из отделений уже задействовано в оказании помощи пациентам, которым требуется кислородная поддержка. Остальные отделения реанимации находятся в режиме ожидания пациентов. Продолжается дооснащение больницы реанимационным оборудованием, монтаж точек подключения кислорода. В прежнем режиме в больнице будут работать три корпуса. Для пациентов с хронической почечной недостаточностью, педиатрический и перинатальный центры. Большую часть специалистов задействовали в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Анатолий Головко, Василий Калдашов. События. Самарские врачи проходят дополнительную подготовку по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Курсы организованы в Институте профессионального образования СамГМУ и разработаны в соответствии с последними указаниями Минздрава Российской Федерации и рекомендациями по защите медперсонала, которые прислали коллеги из Китая. Подробнее в сюжете Елены Малютиной. Диагностика, лечение и профилактика коронавируса. Самарские врачи проходят курсы повышения квалификации. Анестезиологам-реаниматологам, например, рассказывают о том, как правильно протезировать дыхательные пути, оказывать респираторную поддержку пациентам с вирусной пневмонией. Как лечить людей с сердечно-сосудистой патологией на фоне коронавирусной инфекции, объясняют кардиологам. Также медики узнают, как обезопасить себя, как правильно надевать защитные костюмы, маски и перчатки, и как потом их утилизировать. Обучение идет в дистанционном режиме, в свободное от работы время. Каждый обучающий курс длится 36 часов. Данное обучение позволило глубже изучить эпидемиологию, клинику, методы диагностики, лечения, тактику ведения пациента и обязательно профилактику заболевания. Вот это основное, что глубже дало информацию. Я думаю, что врачи всех специальностей должны пройти это обучение. В Самарской области уже прошли обучение 72 врача и еще 600 пройдут. На случай ухудшения эпидемиологической обстановки сам ГМУ сформировал кадровый резерв из профессорского преподавательского состава. Это почти 220 человек. В Самаре используют уже накопленный опыт заграничных коллег. Информация о лечении заболевания постоянно обновляется. Сейчас специалисты разработали уже пятую версию по повышению квалификации медицинского персонала. Информация, появляющаяся по этому заболеванию, она постоянно меняется. У нас есть опыт мировой. Италия, Китай первый, который начал, скажем, и так далее. У нас опыт есть собственный, потому что на территории Самарской области, как известно, организованы уже инфекционные больницы. Шестая под ковид больница. Средавина перепрофилирована клиническая областная больница. Поэтому, конечно, мы все взаимодействуем, мы общаемся, мы обмениваемся. После обучения врачи проходят тесты на усвоение материала. Если они их не сдают, их отправляют на повторное обучение. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Они помогают учиться дома. Члены общественного совета при УВД города Самары организовали сбор ноутбуков для дистанционного обучения. Горожане на призыв сделать добрый жест и дать возможность получать знания детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, откликнули сразу. О первых счастливчиках, которые уже получили долгожданную технику, расскажет мэрия Илчан. Добрый день. Общественный совет при УВД. Пожалуйста, проходите. Детям и без того на дистанционном обучении непросто, а когда еще и компьютеров нет, совсем плохо. Восьмиклассница Ксюша Богородцева учится на одни пятерки, но вот теперь боится, что не справится с учебой. В семье три ученика и один компьютер. Купить еще один семья не может. За поддержкой родители обратились в общественный совет при УВД города Самары и получили ее. Конечно, действительно был нужен, потому что сейчас дистанционное обучение, учеба и сейчас компьютерное обучение в основном и по видеокамере. Идея помочь таким детям, как Ксюша, пришла к Александру Чернышеву. Он обратился к другим членам общественного совета городского УВД и получил поддержку. Вместе начали собирать технику и раздавать нуждающимся. Первые ноутбуки детям вручил и член совета, главный редактор телеканала «Самара ГИС» Елена Орлова. При этом общественники соблюдали все миры безопасности. Были в масках, перчатках и соблюдали дистанцию. Ведь дело серьезное. Еще одним счастливым обладателем ноутбука стала семья Жигалинах. Евгения воспитывает одна ребенка-инвалида. Дистанционное обучение и их застало врасплох. Мальчик ходит в первый класс, с телефона получать знания тяжело. Есть потребность. Есть потребность таких семей, когда сейчас это необходимо. Поэтому мы к людям обращаемся, к самарцам, к миллионному городу. Если есть такая возможность, посмотрите. Если готовы пожертвовать, давайте передадим нашим соседям, нашим горожанам. Если у вас есть ноутбук, который вам не нужен, и вы готовы отдать его в дар тем, кто сейчас в нем нуждается, можете обратиться к нам в редакцию по номеру, указанному на экране. Или связаться с членом общественного совета при УВД города Самары Александром Чернышевым. Его телефон тоже указан. Дарья Булавина, мэрия Елчан, Николай Епифанов. События. Забрежил свет в конце тоннеля. Глава Самары Елены Лапушкина помогла самарской семье, которая месяц жила без электричества. Кто отрезал кабель, а главное почему, в этой почти детективной истории разбиралась Елена Малютина. К квартиру семьи Аюшевых наконец вернулась цивилизация. Свет подключили. Но только благодаря вмешательству главы города. Самарцы, отчаившись сами найти управу на управляющую компанию, написали Елене Лапушкиной в твиттер. Реакция последовала незамедлительно. А ведь еще неделю назад никто не знал, что у этой истории будет счастливый финал. Вот так и живем. Ходим с поморями. Без электроэнергии семья жила месяц. Признают, сами, конечно, виноваты. Накопили долгов за коммунальные услуги на 40 тысяч рублей. Но свет отключили без предупреждения. Хотя по закону обязаны были уведомить за 30 дней. Мы не отказываемся платить, поэтому будем оплачивать. Долг весь погасим. В будущем, естественно, будем стараться вовремя все оплачивать. Потому что мы поняли, что даже если это незаконно, все равно без света мы больше месяца не можем находиться. Долг за свет в 6 тысяч рублей Аюшевы оплатили сразу. Но электроэнергия в квартиру все равно не вернулась. Весь этот месяц было непонятно, кто же вообще ее отключил. Старшая по подъезду Надежда Буянова уверена, это сделали сотрудники управляющей компании. Если бы я говорю чужой человек, я бы никого не открыла. Но так как представитель жил был, открыла, ключ забрала, не за счет, ну и ушли. Что они тут делали, я не знаю. Потому что я не стояла над душой. Потом посмотрела, замок закрыт. А это уж мы потом с соседом, приходил снизу сосед, и увидели, что там перерезан провод. Но в управляющей компании заявили, что не имеют к этому отношения. Как так получилось, я не могу сказать. Для того, чтобы это выяснить, нужно выйти на место. А для того, чтобы выйти на место, квартиросъемщику или собственнику, необходимо оплатить квартплату, для того, чтобы мы выполнили свою работу, как положено. Мы свет не выключаем. У меня электриков даже нет, чтобы я выключила свет. Если вы конкретно ко мне предъявляете претензии. Она сказала, что свету она включать нам не будет, что распечатала при нас акт об выключении света, то есть задним числом. Мы этот акт видели, то есть я лично его видела. Она положила его на стол, мы ей сказали, что мы не будем подписывать акт. Но она нам тогда ответила, что я с вами разговаривать больше не буду. Мы недавно, месяц назад потеряли ребенка. Я лежала в больнице, у нас умер ребенок второй. И мы пришли объяснить ей, то есть я ей хотела предоставить документы с больницы, что вот так случилось, что просто пойдите к нам на встречу, что у нас по свету долгов нет. У нас был по свету долг, но мы его оплатили. Как поясняют эксперты, отключать ресурсы при любых задолженностях сейчас никто не имеет права. Правительство Российской Федерации приняло такое постановление из-за пандемии коронавируса. С 6 апреля по 1 января приостановили и начисление пени по задолженности. Хотя это не снимает, конечно, ответственности с людей платить по счетам вовремя. После 1 января управляющая компания либо ресурсоснабжающая организация будет иметь право выставить все то, что произошло до 1 января, 6 апреля. Я надеюсь, что этого не случится. Почему? Потому что мы ждем поправки в это постановление. Я надеюсь, что правительство Российской Федерации все-таки окончательно уберет эти штрафы и пения с 6 апреля по 1 января 2021 года. Но на сегодня пока вот так вот с точки зрения юристов. В случае, если управляющая компания отказывается подключить ресурс, нужно обратиться в государственную жилищную инспекцию. Там рассмотрят обращение в течение трех дней. После проведут проверку и выпишут предписание об устранении нарушения. Если управляющая организация его проигнорирует, ей грозит штраф до 300 тысяч рублей. Елена Малютина, Максим Гусев, События. Несмотря на то, что почти все события сейчас так или иначе связаны с пандемией коронавируса, в Самаре не забывают про важные для истории страны даты. К 75-летию победы в Самарском метро запустили брендированный поезд. Четырехвагонный состав будет курсировать и до конца года. Стилистически все оформление соответствует принятому к юбилейным акциям дизайну. Самарцам новый вид вагонов пришелся по душе. Я даже, как и все молодые, переживаю. И мне очень приятно, что до сих пор это не забывается. У меня папа воевал, у меня дед пропал без вести на войне. И даже в книге памяти есть их имена. И мы этим гордимся. Мы со своими внуками посещаем бессмертный полк обязательно. Красиво. Почему бы и не делать? Нормально. Приятно на вид. К юбилею Великой Победы новый облик обрели исходы станции метро Победа. Также здесь сделали косметический ремонт, обновили кассовые залы и переходы. По-прежнему живее всех живых. Сегодня ровно 150 лет со дня рождения вождя мирового пролетариата. Как революционер, 22-летний Володя Ульянов сформировался именно в Самаре. Семья Ульяновых сменила здесь три адреса. Эксклюзивные кадры квартиры, где жил революционер, воспоминания старожилов дома в историческом очерке Марии Левиной. Я вам покажу, где какая была комната, куда выходил Володя Ульяновых. Была гостиная, да, и маняш собирала здесь местную молодежь. Александр Белов, убежденный коммунист, показывает свою квартиру. Именно здесь, 131 год назад, пару месяцев жила семья Ульяновых. Маняша – это младшая сестра будущего разжигателя мировой революции, а тогда мало кому известного Володи Ульянова. Собирались они все здесь. Ну, как вот молодежь, иногда у нас сейчас собираются такие нормальные. Ну, такая компанейская история. Да, но у них семья большая была. Александр Белов в этом доме живет практически всю жизнь, 70 лет. И помнит, как мемориальную табличку, рассказывающую о вожде революции, сначала повесили на соседний дом. Но бдительная бабушка указала на ошибку. А позже в подвале нашли сундук с документами и уже точно убедились, что семья Ульяновых останавливалась именно здесь, на Степана Разина, 10. Рядом на Хлебной площади располагался городской рынок. Оттого всегда было шумно и грязно. И Ульяновы переехали на улицу Воскресенскую, нынешнюю Пионерскую. Но и там они долго не жили. Слишком дорого оказалось. Тогда-то семья Ульяновых и перебралась на свой последний самарский адрес. Больше всего времени в Самаре семья Ульяновых провели в этом доме купца Рытикова. Сейчас здесь организован музей в память Владимира Ленина. Сотрудники поговаривают, что здесь живут привидения. Старинные часы начинают бить внезапно, хотя их давно никто не заводил. А в канун дня рождения Владимира Ильича здесь появляется запах яблочного пирога, который он так любил. Сегодня, в день 150-летия со дня его рождения, выпечкой здесь, конечно же, не пахнет. Но вот стены все еще помнят дух вождя революции. До приезда в Самару семья Ульяновых переживает ряд трагедий. Умирает отец, старший сын Александр, казнен за покушение на жизнь царя. Владимир остается в семье за старшего, смириться с гибелью брата не может. Участвует в студенческом бунте, его исключает из университета. И мать, опасаясь потерять еще одного сына, принимает решение перебраться из Симбирской губернии в соседнюю Самарскую. Главная мысль, которая жила в голове молодого Ульянова – месть. Месть. И революция, и все остальное, все последующие события – это была, конечно, месть за судьбу брата. Здесь Ульянов служит в суде помощником адвоката, ведет 18 дел, обзаводится новыми знакомствами. И именно в Самаре начинает формироваться, как революционер. Он открывает для себя марксистскую теорию. Очень многое делает человека, и его сделали и обстоятельства, и окружение, и книги, и в том числе трусливые меры правительства, и неудачные меры правительства, которые хотели как лучше, а получилось гораздо хуже. Очень многое. Поэтому Ленин – это вот такой вот узел, который можно по-разному расценивать. Для кого-то это узел восторга, для кого-то это узел беды и трагедии. Ну, в любом случае, неоднозначно. Совершенно точно неоднозначно. И очень важно понимать, всматриваться в него и пытаться каждому из нас развязать этот свой узел. У памятника вождя мирового пролетариата сегодня, как и каждый раз в день его рождения, лежат живые цветы. Видимо, кто-то решился нарушить режим самоизоляции, чтобы почтить память одного из самых неоднозначных исторических деятелей, сумевших изменить политическую карту мира. Мария Левина, Константин Головин. События. Любовь Деревянка, она живет в Самарском доме ветеранов, не так известна, как вождь мирового пролетариата. Но и про ее день рождения сегодня не забыли. Волонтеры акций «Мы вместе» в это трудное для пенсионеров время, когда они вынуждены из-за самоизоляции почти ни с кем не общаться, стараются хоть как-то их порадовать. О том, как просто подарить улыбку, Олег Зверев. День рождения, который запомнится надолго. Песни под баян создают праздничную атмосферу уже в подъезде дома ветеранов. Адресат – Любовь Петровна Деревянка. Инвалид-колясочник, перенесший полиомиелит, а после еще и травму. В день рождения ее поздравили участники акции «Мы вместе». Вручили торт и продуктовый набор. Я вообще не ожидала даже никогда, потому что я жила в пансионате, нас там поздравляли, ну, по радио поздравят и все. А здесь это первый раз, это вообще. Сегодня, когда большинство людей старше 65 лет находятся дома, очень важно проявить теплоту и участие. Ведь из-за режима самоизоляции к ним даже не могут прийти гости. На помощь приходят волонтеры. Она этот день рождения запомнит, несмотря на то, что к ней не приходили гости, а вот такой подарок, как песни в том числе, действительно согрели душу. Ежедневно на горячую линию поступает порядка 50 звонков. Ни один из них не остается без внимания. Олег Зверев, Сергей Баскин, События. Бесплатные продуктовые наборы получат тысячи социально незащищенных самарцев, пенсионеры и малообеспеченные семьи. К акции «Мы вместе» присоединились крупные предприятия города. Они выделили деньги, а волонтеры развозят товар адресата. Сергей Кизоркин подробнее. Консервы, крупы, макароны, растительное масло, чай, сахар и молоко. Продуктовые наборы доброволец Мария Карташова забирает в районном штабе волонтеров и развозит по адресам, где живут пенсионеры и малообеспеченные семьи. Заявок бывает от одной до пяти в день. Добровольцем девушка работает не первый год и только во время режима самоизоляции поняла, как необходима ее помощь нуждающимся. У них очень много своих заморочек на тему, в каком магазине купить хлеб, молоко и так далее. Мы очень стараемся учитывать. И радуемся, когда они потом звонят и говорят, что купили хорошие продукты, что купили именно то лекарство. И, соответственно, они постоянно пытаются засунуть конфетки, шоколадки. По правилам нам это запрещено, но иногда отбиваться не получается, честно. Ветеран труда Анастасия Сергеевна Кузнецова помощь приняла с радостью. В свои 82 года по квартире передвигается с трудом. Теперь, говорит, месяц можно жить без бед. На обеденном столе будет все, что душе угодно. Не надо унывать. Уныние – это плохое дело. Надо возрастать все время. Слава Богу. Вот большое вам спасибо, большое спасибо. Чтобы малоимущим, одиноко проживающим гражданам старше 65 лет, инвалидам и пенсионерам заказать на дом такой продуктовый набор, им необходимо позвонить на городскую горячую линию по телефону 8 846 998 6707. После формирования заявок их распределяют по районным отделениям. Затем волонтеры выполняют заказ. Инструктируем сразу волонтера, выдаем им средства защиты, меряем температуру, и волонтеры отправляются на адрес с заявочкой. Когда они осуществляют заявочку, они нам приносят подписанный заявителем план, что претензий к волонтеру не имеют, и фотоотчет чеков, то есть заявители, что они купили в магазине. Акцию «Мы вместе» поддержали крупные самарские предприятия. Они уже выделили порядка 1 миллиона рублей на продуктовые наборы для пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей. В ближайшие дни помощь получат около тысячи адресатов. В рамках акции «Мы вместе» администрация городского округа Самара была организована работа по увеличению бизнес-сообществ и представителей деловых кругов для оказания благотворительной помощи. Вот на те средства, которые сейчас перечисляются с нашими благотворителями, приобретаются как раз вот эти продуктовые наборы, про которые мы сейчас вот говорим. Предоставляются бесплатно они людям, безвозмездно. Кроме крупного бизнеса, к акции «Мы вместе» присоединились фирмой из среднего и малого сектора экономики. Растет и количество добровольцев. Так что все нуждающиеся самарцы получат вовремя необходимую помощь. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова